Оля и Евгений Васильевич ждут Колю, не зная, что он в милиции. Задержавший его оперативник отговаривает Колю от планов мести, но тот просит его отпустить, и они инсценируют побег. Почемкин всю ночь пьет, переживая разрыв Софии. Придя утром на службу, он узнает, что Лазарев сбежал. А Кузнецовы узнают от Софии, что на это утро назначена экспертиза, и сообщают об этом Оле. Нет, ну я не понимаю, что все автобусы в городе переломались, а? Да ничего, подождут. Не, ну надо же так, а? В самый главный, самый решающий день в моей жизни я опаздываю. Представляю, что сейчас там творится. Думают, наверное, что я испугалась, вот и не еду. Так, тише. Они звонят, наверное. Алло. Привет. А, привет, Марин. Ты чего трубку не берешь? Да не слышала я. Понятно. А мне же мама твоя звонила, не может до тебя дозвониться. Ну, как у тебя дела? Ужасно. Ну, ничего, Марин, скоро все наладится, я думаю. Мы, как говорится, выходим на финишную прямую. Ладно, я тебе потом перезвоню, ладно? Пока, пока, пока. Ну что, может, пойдем пешком, а? Давай такси поймаем. Нифига себе. А шустрый парниша этот, Румянцев. Угу. Посмотри, он и в офисе Герца покопался, и в клинике срогатного материнства. Угу. Интересно, что он там делал. Ух ты. Так он везде свой нос сунул. Смотри, здесь все крупнейшие фирмы нашего города. Да, я, кстати, тоже обратил на это внимание. Это очень удивительно. Да. Георгий Павлович, здрасте. Я прошу прощения, мне нужно с вами срочно поговорить. Слушай, ты пока иди, потом обсудим. Хорошо. Садись. Все, спасибо. Я ни черта не понимаю, у меня чертовщина какая-то в конторе творится. Ну? Появились мне неизвестные новые фамилии в списках претендентов на квартиры. А самое главное, они совершенно не удаляются с электронной базы данных. Что бы я ни делал, и это у меня впервые. Компьютер на базу данных говоришь, да? Да. Так это же прелесть. Это же абсолютно удача. Какая удача? О чем ты говоришь? Ну что, попался, голубчик? Теперь ты от меня никуда не денешься. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у Оли нет. Дай я позвоню. Мобильник. Ну, трубку не берет, как всегда. Ну, не берет, конечно, не берет. Потому что знает кошка, чье мясо съела. Это на что ты намекаешь? Да я не намекаю, я прям открытым текстом тебе говорю. Блефует девочка твоя. Софья Григорьевна, а вообще скажите, а что это вы экспертизу дотеяли, а? Нет, ну правда, Ань, но ведь всем же известно, что Сережка Ольгин сын. Слушайте, кто-нибудь, уймите эту открытую и прямолинейную женщину. Сима, я тебя прошу, ты вот человек со стороны, ты не лезь, пожалуйста, да? А я тут не одна у нас со стороны. Вот вы человека привезли импозантного. Познакомили бы с мужчиной. Я Симочка, Симочка. Можно просто Симочка, Симочка. Видите ли, барышня, мое сердце подано на Софью Григорьевна. Нет, возможно, в нем останется немножко места и для вас. Я только присмотрюсь хорошенько. Пожалуйста, Сима, Сима, аккуратно. Ты просто даже не знаешь, какой это человек. Очень опасный человек. Ой, 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 как боюсь я. Очень боюсь я. Привет. Привет, Маришка. Опять грустишь? Сижу вот, думаю. Думаю, что бы все это могло значить. Представляешь, в филиале ничего не происходит, и Вадим там не появляется. Ну, это очень хорошо. Ты совершенно зря страдаешь. А что хорошего-то я просвети? Ну, это говорит о том, что он тебя любит. Ну, какая связь? Ну, смотри, на работе не появляется. Настроение плохое. А плохое настроение, потому что он страдает и мучается. Да. Не факт только, что он по мне страдает и мучается. Ну, а по кому еще, Рита? Ну, конечно же, по тебе. Ой, надо же, какое у вас колечко-то, а, Севера Григорьевна. А это что у вас, бриллиантики, да? А вот это черное, это агатик и желтое золото, да, эксклюзив, наверное. Где брали? Где брала? Там нету больше. Скажите, где ваша Оля? Вот то, что ее нет, лишний раз доказывает, что... Вон они бегут. Прости, среди бога, мы с другого конца города ехали. Вы автобус очень долго ждали? Действительно, действительно, у нас каменный век. Нельзя было взять ни такси, ни позвонить нельзя было, правда? Ой, да нет, просто надо было всех напряжение подержать. Вот это другое дело. А это все твои домыслы. Как, впрочем, я это затея с экспертизой. Правильно Николай говорит. Затея или непонятно что. Или мы не родные люди, что не доверяем друг другу. Все, все. Скоро будет все известно. Дело за мной. Прошу. А вы действительно разумный мужчина. Пойдемте? Надеюсь, пойдемте. Ну что вы надеетесь? Вы даже не надеетесь. Что разумный мужчина. Даже не надеетесь. Ладно, ладно, пойдемте. Пока на этом мы не остановимся. Прошу вас. Правда, майор, не понимаю причину вашего веселья. А, простите. Я сейчас объясню. Видите ли, Роберт Андреевич, я давно мечтал взять одного человека, но у меня не было доказательств, чтобы его арестовать, понимаете? А сейчас похоже, что все ниточки у меня уже в руках, понимаете? И вот эта вот ситуация будет скоро разрешена. И я думаю, что бес, который запустил лапу в вашу базу данных, скоро предстанет перед судом. Это я в этом уверен. Ну что ж, я правда очень на это надеюсь. Ну, я тоже надеюсь. А, да, кстати. Роберт Андреевич, не могли бы вы мне оказать одну услугу? Ну, пожалуйста. А что такое? Понимаете, у меня есть отличный парень. Но по некоторым причинам, которые я не могу вам сказать, ему приходится отойти на некоторое время от милицейских дел. Я бы хотел вас попросить, нет ли у вас свободное местечко для него? Ну, временно. Ну, не знаю. Хорошо, я поговорю с начальником охраны. Очень хорошо. Большое вам спасибо. Да, пока не из-за что. Ну, слава богу, скоро все это закончится, и уже никто не будет посягать на нашу Сережку. Суфья, как ты можешь такое говорить? Вместо того, чтобы помирить девочек, ты подливаешь масло в огонь? Мам, ну ты-то уже давно заподлила. Что ты себе позволяешь? Или ты забыла свою девичью фамилию? Окончательно решила прибиться к стае мальцев? О, давайте прибьемся к стаду Кузнецовых. Вот тупые и вредные, как бараны, как упрутся. Что ты сказала? Я не позволю себя оскорблять. Ну, давай как-нибудь проглоти, я не привыкла извиняться. Санечка, ты бесстыжая, я это давно уже поняла. Да? Бесстыжая, знаешь кто? Та, которая спит с чужим мужем, а потом чужого ребенка выдает за своего. Вот та бесстыжая. Слушайте, прекратите этот базар, а, это невыносимо. Это кто, скажите? Что это за мальчик? Это кто? Это новый мальчик Оли? Оля, мальчик, сделайте уже ребенка себе и не лезьте к нашему сережке, пожалуйста. Софья, ну не перегибайте бал. Ну, послушайте, это... Не ваше дело, как вы не будут. Бой боже. Все, пойдем отсюда, это невыносимо. Пойдем, пойдем. Это какой-то кошмар просто, а? Безобразие. Я этого так не оставлю. Поедемте домой, ну ради Лизы хотя бы, Ванечка, поедем домой. Что? Плохо? Да нет, у меня просто сердце разрывается на части. Посмотри. Довела мать? Да нет. Уходим, уходим. Прекратите, а? Сердце разрывается на части. Пойдем, Лиза. Вред какой-то. Строили концерт, как всегда. Ну, все, боже, дай сюда. Курить не начинай, если не умеешь. Да уж, лучше выпить. Знаете, что, милые дамы, поехали к Гургену. По-моему, нам всем нужно снять стресс. Я с ним согласна. Поедем? Прошу. Давайте. Продолжение следует... Вадик, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Рита, 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 Рита. Редоник. Прости меня, пожалуйста. Я больше не могу. Представляете, Анечка, эту божественную жидкость разлили по бутылкам, когда вам было всего семь лет. Вы помните, что с вами было, когда вам было семь лет? В школу ходила. Да нет. Помните ли вы, какой вы тогда были? О чем мечтали? О чем мечтала? На пятерке мечтала учиться. Нет, правда, еще мечтала путешествовать по морю на большом корабле. С большим-большим белым парусом. Одна? На корабле с парусом? Ну, почему одна? Вдвоем с принцем. Вот видите, вот вы и повеселели. А ведь мы еще даже не выпили. Вот оно, чудодейственная сила вина. Ой, слушайте, давайте все-таки чудодейственно выпьем за успешный финал нашего предприятия. С удовольствием. У тебя лицо в воплощении всемирной скорби. Ну, а ты считаешь, я должна скакать от радости? Ну, почему бы и нет? Я пока не вижу никаких поводов вот так вот убиваться. Значит так, заказываем что-нибудь сладенькое. Угу. Говорят, это поднимает настроение. Так. Ну, чего? Мороженое шоколадное. Банально. Угу. Салат фруктовый. Угу. Коктейль. И чизкейк. И... Три мяса. Два. Угу. Да. Привет. Привет. Что-то давно тебя не было. По кушу тебе принесла. Раздался, небось? Слушай, я на самом деле готов собаку съесть вам. Ну, держи здесь колбаса, хлеб, сыр. Саша, ты знаешь, тебе уезжать нужно отсюда. И как можно скорее. Ну. мне некуда ехать. Домой возвращайся. Ты знаешь, это невозможно. меня там никто не ждет. Нам. А ты не борец. Слишком много на себя взял. А не по Сеньке шапка. Я что, сейчас не понял, о чем ты сказала? Ну, ты маменькин сынок. Им и останешься. И бороться с этим бесполезно. Прикольно. Сначала от смерти спасла. Не кормила, напоила. Потом начинаешь жизнь учить. Да пойми ты. И подумай своей головой. Мать это мать. Она всегда ей остается. И она всегда поймет и простит своего ребенка. Ладно, времени у меня нет. Ты ешь. Я пойду, ладно? Давай, пока. Спасибо за еду. Лиза, тебе нужно научиться не впускать в себя отрицательную энергию. Ну вот, не допускай, чтобы хоть что-то плохое в тебя вошло. Не впускать. Вот так представь себе, что над тобой стеклянный колпак и ты его на себя надеваешь. Так. Симочка. А. Ты что-то не то говоришь. Как я могу надеть на себя стеклянный колпак? Мои родные дочери враждуют. Я же не страус, чтобы взрываться с головой в песок. Это все из-за Софии. Настроила Аньку против нас, зараза. Лизонька, давай чайку с пустырничком, как ты любишь. Спасибо, Вань. София, она, конечно, зараза. Это я с этим не спорю. Но по сравнению с тем типом, которого она приводила, этот, как его, Владимир Николаевич, да? Да она просто ангел. Ты про Лупанова, что ли? Угу. Обычный пройдуха. Совершенно безобидный. Ничего не безобидный, Лиза. В тихом омуте черти водятся, ты ж знаешь. Добрый вечер, Элла Андреевна. Ты еще здесь? Я просто хотела... Мне плевать, что ты хотела. Ты уволена. Простите, но я должна дождаться Роберта Андреевича. Я несу за него ответственность, и ему может понадобиться медицинская помощь, когда он вернется. Твоя медицинская помощь Роберту не понадобится. Так что нет смысла задерживаться. Добрый вечер, девочки. Эллочка, я немного сегодня погорячился. Я понимаю, что ты хотел уберечь меня от всех проблем, а я взял, так с плеча рубанул. Каюсь. Прости меня, пожалуйста. Ну, конечно, Роберт. Одного не могу понять, Коль. Ну, были бы чужими, ладно? А то ведь родные люди. У меня никого, кроме нее нет, понимаешь? Я ее так любила всегда. Я была... Я всегда хотела быть на нее похожей. А теперь... Раз любила, значит, не обвиняю. Да я не обвиняю. Выше нос, заяц. О. А, здрасте. До героев, курсантов добросите? Сколько? Ну, стольника хватит. Ну, двести хотя бы. Да не, ну давайте за стольник. А, ну здесь рядом совсем. Не получается. Двести, только двести. Молодой человек, придите в ваши документы. Ну, ну как? Ну, поедешь, нет? Ну, хорошо, давай. Все. Вам придется пройти со мной. Ну, подожди, я девушку провожу, а? Все, давай. За меня не волнуйся. Все будет парить. Дома увидимся. Подожди, Коля, а ты? Ну, все, увидимся дома. Нормально все. Давайте быстрее. Ну, подожди, ну не время еще, а? Ну, пожалуйста, ну я тебя очень прошу, господи ты боже. Ты смотри, что творится, а? А что эта милиционер-то от вас хотела, а? Что? Я говорю, погоня, что ли, какая была? Нет. Нормально. А что же он тогда за вашим парнем побежал, а? Я так думаю, что, наверное, или вы кого-то обидели, а может, и вас кто-то с этим парнем обидел. Все нормально. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, Софья Горина, Анечка, я еще раз поздравляю вас с начинанием и ближайшей победой. Спасибо большое, вы нам очень помогли. Ну что вы, что вы, всегда рад. За всем раскланиваюсь. Всего вам доброго. Послушайте, Владимир Николаевич, а не убегайте так быстро. Я бы вот хотела вас пригласить к нам в гости. Анечка, ты не против? Конечно, не против. Пожалуйста, приглашаю вас. Польщен, польщен. Ну что ж, с благодарностью принимаю. Ну тогда идемте. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Послушайте, а куда мы едем? Да здесь же, видите ли, главную эту дорогу перекопали. Мы вот сейчас в объезд и едем. Да скоро, сейчас уже приедем. Остановите, пожалуйста, машину. Машину остановите, пожалуйста. Слушайте, ничего страшного, я подожду на остановке автобуса. Да ладно ты сиди, каким общественным транспортом, господи. Сейчас полчаса будешь ждать этого общественного транспорта на обстановке. Вы что, издеваетесь надо мной? Я говорю, остановите машину, я сейчас выпрыгну на ходу. Прыгай. Куда вы меня везете, а? Да, останови, сейчас мы уже приехали. Остановите меня! Выпустите меня! Алло, Серега, ты где? Че, копался, что ли? Ну давай, вылезай из окопа. Ага, и давай быстро дуй ко мне. У меня очень есть интересная информация и не менее интересное предложение. Ага. Ну давай, до встречи. Оля! Оля! Евгений Васильевич, где Оля? Где она? Так ее нету. Вы же вместе утром ушли, она не приезжала. Как не приезжала? Она должна была быть здесь давно! Как она не приезжала? Коленька, успокойся. Ну подожди, подожди. Объясни, что случилось? Почему она должна быть именно здесь? Когда вы расстались? Может быть, она сейчас у родителей? Каких родителей, Евгений Васильевич? Ну я не знаю. Я сейчас. Ах ты сука, а! Да от меня еще никто не уходил! Ах ты ж! 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 Ах ты ж не знает! Ах ты нашла! А знаете, что мне больше всего нравится в этой истории? Знаю. Роль моего избавителя, избавителя-спасителя. Все-таки как трудно бывает говорить с умной женщиной, как трудно бывает удивить ее. Я тут, понимаете, целую речь заготовил о том, как мне было бы приятно быть вам полезным. Я, понимаете, павлиний хвост готов был распустить, чтобы доказать вам, что для вас я готов достать, не знаю, черта из-под земли. Ой, 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 вот черт ей не надо. Ни из-под земли, ни откуда не надо. Вот если бы вы вот так раз, и сделали бы так, чтобы Сашка мой здесь оказался. Вот прямо здесь и сейчас. Ну, Софья Григорьевна. Что, Владимир Николаевич, может, вы и правда мне расскажете что-нибудь о моем сыне? Где он, как? Значит, говорите, здесь и сейчас. Ну да, вы меня прям пугаете. Не хотели бы вы посмотреть фоторепортаж из жизни вашего сына? Слушайте, вы прям как карточный шулер. У вас в каждом кармане по козырю. У вас есть на чем посмотреть? У меня есть на чем посмотреть. Сейчас. А скажите мне, пожалуйста, что царевна-легушка, которая доставала из рукавов лебедей, тоже была карточным шулером? Ну, знаете, царевна-легушка была в сказке. Вы к сказке отношений не имеете. Давайте. Я не обидчивый. Ах, простите, я вас обидела. А я не хотела. Итак. Итак. Раз. Два. Три. Прошу. Ну, да. Интересно. Да. А неплохо устроилась, правда? Ну, я вам сказал, как сыр в масле катается. Надо же тут такое творится. Он с девицей развлекается. Аня. Аня, подожди. Аня. Черт. Вот такая здесь случилась. Аня. Ну, открой. Слышишь? Коленька, ну что может такого произойти? Наверное, Оля на кухне с родителями, а телефон где-нибудь в комнате. Ну, и она просто его не слышит. Не могла она поехать к родителям. Я водителю дал ваш адрес. Она должна была быть здесь. Ой, Коль, Коль. Ну, позвони Олиным родителям. Ну, что стоит? Я говорю, не может ее там быть. Что ж я за дурак-то, что ее одну отпустил, а? Какой же я дурной человек. А представляете, если родители узнают, что ее и здесь нет. Да, 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 да. Только бы все было хорошо. Только бы все было хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сука, а где же деньги, а? Что вы делаете? Где деньги? А где я спрячу? Спрашиваю тебя. Где же они? Да какие деньги? Да те, которые ты с напарником украла. Да я ничего не украла. Они у кого отпустили. Да что ты проешь мне? Я же сразу понял, когда вы от милиции убегали. Простые люди от милиции не убегают. Я же... А может вы инкассаторскую машину, а? А? Вон отвлекала, ты чистила. Ах, ах, сука. Ах, дай я тебя. Фу, фу. А все, парсивая. Ах, дай я тебя. Потому что, Ревга, я не забыл, кому пришла в голову такая потрясающая идея устроить нашего человека в мэрию. И только за такую идею тебя нужно представлять к очередному званию. Родина тебя не забудет. Молодец. То, что Родина меня не забудет, в этом я не сомневаюсь. А вот простит ли она мне все, что за мной числится, этот вопрос? Серега, да перестань ты. Ты послушай, какую информацию Трошкин нарыл. А потом мы будем с тобой решать, простит тебя Родина или нет. Ой, Григорий Павлович, какую Трошкин может нарыть информацию? За все время от него ни одной толковой вести. Он-то информацию, которую получал постоянно, за информацию нужную не считал никогда. Ну, делал какую-то там работу румянцев в каких-то там офисах. И что? Он даже об этом не думал. А ты посмотри, какая параллель намечается. Вовка работал в офисе у Герца. Правильно? Ну. И вдруг выясняется, что к Герцу кто-то залез в компьютер. Вовка работает в клинике суррогатного материнства. И тут Лупанов сближается с Софьей и помогает ей по поводу генетической экспертизы. Ты понимаешь это? То есть Софья Григорьевна привлекала Лупанова для проведения генетической экспертизы? Ну, зачем? Да не зачем. Меня просто занимает вот это вот совпадение. Ты лучше послушай. Ты понимаешь, что у нас есть козырь? Очень главный козырь. Володя. Нужно срочно его припирать к стенке. И все. Вы что, думаете, что румянцы в курсе всех лупановских махинаций? А как же иначе? Естественно, Володя является техническим исполнителем всех махинаций Лупанова. Теперь я прекрасно понимаю, почему Лупанов ни в чем не был засвечен. Да потому что он ничего сам не делал. Он делал руками все таких вот парней, как Володя. Простых, бесхитерстных, которых вообще ни в чем не заподозришь. Вот мы возьмем, прижмем Вовку и все. Захлопнулся нашеловка. Все. Кранты. Не думаю, что такой изворотливый человек, как Лупанов, так просто попался. А кто тебе говорит, что так просто? Чего нам стоило с тобой только установить слежку? И потратить время на всю эту подягу. А устроить Трошкина в мэрию сколько у нас сил с тобой понадобилось. Кстати, вспомнил, я же тебе на работу устроил. Тоже в мэрию? Не. Бери выше. К Роберту Герцогу. Но, к сожалению, в охрану. И вот если мой план получится, если все сойдется так, как я хочу, то ты точно вернешься в родные пенаты. Ну, если, конечно, не захочешь оставаться на хорошей зарплате. Ну, а что, Григорий Павлович, если у них в работе столько же куража, сколько в нашей, то Григорий Павлович почему-то нет. Серега, сколько раз тебе говорил, меня зовут Гриша, а не Григорий Павлович. Ну? Давай. Давай. Алло, Вов. Ну, где ты? Я тебя уже заждалась. Тоня, я у спортивной площадки за твоим домом. Заходить не буду. Выйди сюда, пожалуйста. Нет, ну, Вов, ну, я тебя жду. Давай поднимайся, я так хочу с тобой поговорить, посидеть, пообщаться. Тоня, если тебе нужно поговорить, то какая разница, дома или здесь? Выйди сюда, пожалуйста, или я сейчас же уеду. Хорошо, я выйду. Ну, успокойся. Ну, на самом деле, успокойся. Ну, это вот такая мужицкая порода, они все такие. Да-да, я бы вообще нас, мужиков, с детства порол. Ну, что, вот после всего того, что у тебя с ним произошло, это тебя удивило? Ну, ведь ничего нового. Ну, давай так, все, нет его, нет его в твоей жизни. Мы же договорились, вычеркни его и все. Ну, действительно, Анечка, ну, что вы так убиваетесь, а? Ну, действительно, молодая, красивая, ну, да считайте, что он просто умер для вас, и все. Что вы несете? Вы говорите о моем муже. Идите, Владимир Николаевич, идите, идите. Простите. Сим, а может, ты и права насчет этого Лупанова? Вот чего он вокруг Софьи вьется? Каков его интерес в этом во всем? Вань, все, закрыли эту тему. Какая разница нам, каков его интерес? Главное, что в результате все это работает на наш интерес. Понимаете? И теперь мы можем спокойно вздохнуть. Ну-ка, вздохнул. И выдохнуть. Расслабиться. Спокойно можем пойти в театр, в кино, там это, на природу куда-нибудь. Да. Вот мы, например, с тобой на рыбалке. Когда были последний раз? Ой, даже не помню. А давай в следующие выходные. О, Лиз, а что сказали, когда будет готовы результаты, экспертизы? Ваня, ну какая разница, господи? Ну собрался ты ехать на рыбалку, ну и поезжай. Че, вы так и будешь сидеть, что ли, здесь? Ждать этих дурацких результатов? Ну тебе хорошо, говорит, рыбалка. А я буду сидеть на берегу, а мысленно буду здесь. Вот ненормальное семейство, это точно. Рядят, но все идет к прекрасному логическому завершению. Все будет хорошо. Ну посмотрите на меня. Ну, и сделайте радостные лица. Ужаска. Да, а то так мы разучимся улыбаться. Че мы все, все наши тревоги и сомнения любим спаковать-то, а? Вань, Вень, да жизнь научила бояться. Иногда лишний раз порадоваться боишься. Вот так только порадуешься, а жизнь, она хрясть тебя по голове. Да потому что жизнь твоя не чувствует радости твоей. Ты чувствуешь только твои подсознательные страхи, а ты и долой эти страхи. Все будет хорошо. Ой, как же там Олька-то, а? Ну вот, видишь. Господи, да нормально, отлично там Олька. Мне вообще любовь, Марков. Да. Слышь, блуднися. Ну. Ну-ну-ну. Ну. Вот. Получилось. Я идиотка. Ну что, идиотка и есть. Нет. Нет. Это я идиот. Причем самый настоящий. Столько времени потерять. Для чего? Ритуль. Девочка моя. Ты знаешь, что я я вины себя никакой не снимаю. Я я просто поняла, что конечно, это конечно, это не способ завоевывать любимого мужчину. Ух ты. Ты завоевательница моя. Да? Угу. Кто бы это мог быть? Ты как думаешь? Сейчас узнаем. Привет. Я пришла узнать, как у тебя дела. Привет. Привет. По-моему, ты хотела сказать, как у вас дела. Ритуль, как у нас дела? У нас дела лучше не бывают. Ух! Ну, я за вас очень рада. Я тогда пойду. Ну, еще чего. Давай, оставайся. Да? Вообще, молодец. Давай, садись. Нравится эта мамзель. Раз у вас все хорошо, я пойду. Значит, в следующий раз мы увидимся, когда у нас будет все плохо. Типункин на язык. Ну, садись. Так, знаете что, давайте организуем грандиозную вечеринку. Нам есть, что отметить. А что, по-моему, прекрасная идея. Это прекрасная идея от прекрасной хозяйки этого прекрасного дома. М? Я за... Ну, я тоже. Да? Ну, и я. Зайтик мой пришел. Тоня, тебе нужна помощь, я готов тебя выслушать. только выслушать? Да. Если тебе нужна помощь, я готов помочь. Ты можешь мне помочь. Одним. Будь со мной рядом. Это исключено. Другие варианты есть? Чему исключено? Тебе было плохо со мной? Я же все для тебя делала. Чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты всегда был в хорошем настроении. Тоня, спасибо тебе за все это большое. Но твои усилия напрасны. Ты просто дурачок, ты не понимаешь своего счастья. Ты просто не ценишь, что тебя любят. Давай поднимемся сейчас наверх, и ты посмотришь, как я тебя ждала. Скажи мне, кто тебя будет так ждать еще? Тоня, я принял решение разобраться в себе, и мое решение остается в силе. Мой хороший, ты просто погорячился. Давай мы сейчас поднимемся и нормально все обсудим. Так, я вижу, разговор бессмыслен. Я пошел. Подожди, чего? Что, вот так все? Мол, Тоня, котист все на четыре стороны? Неужели я требую чего-то запредельного? Да нет, Тонь, ты просишь невыполнимого. Я хочу разобраться в себе, побыть наедине с самим собой, а ты... Да что ты заладил с самим собой наедине? Ты думаешь, тебя это спасет? Я надеюсь. Да не спасет тебя это, потому что если человек идиот, это навсегда. А ты подлец и мерзавец. Тоня. Я знаю, что я Тоня. Боже мой, расскажи, пожалуйста, за что ты не послал этого придурка? Я же все для тебя делала. Что ты смотришь? Я обхаживала... Прости. Я ненавижу тебя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова